Осознавая жизнь, теряющаяся в догадках о смысле, радости и о любви, о зле, добре, о горьком и о сладком, об имени святого Визави, прозрение разрушает панораму, доверие взрывает пустоту, приоткрывает путь, ведущий к храму, тебя, уверовавшего в красоту. И женщина, касанием вдохновения, тебя уводит от тебя навек, чтобы, очнувшись в торжестве смятения, ты умер и родился человек. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride, don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Я хочу записать эту программу вот именно сегодня, 25 декабря 2021 года, когда осталось совсем немного до нового, 22 года, и сегодня, когда случилось Рождество, рождение человека, который осмелился проявить свое прозрение словом. И слово – это было. Бог – это любовь. Пусть эта программа называется «Листая Симонова», я буду читать свои записи, свои стихи из книги «Конспекты лекций на волнах океана». Женщина рождает человека три раза. Эпиграф. Радость Бога проявляется радостью женщины. И нет иной возможности полного проявления его радости. Бог для этого. Он – это. Бог – это радость женщины. Один мучается сомнением, другой мучается глупостью, третий мучается безысходностью, четвертый мучается изменой. Пятый мучается потерей, шестой мучается карьерой, седьмой мучается страной, восьмой мучается страхом. Девятый мучается несостоятельностью, десятый – завистью, одиннадцатый мучается деньгами, а двенадцатый мучается памятью, а тринадцатый не мучается, он живет, радуясь возможностям и влюбляясь. Вопрос, кто на пути? Ответ – все. Но тринадцатому легче, потому что он всегда в начале, всегда влюбленный, такой же, как весь мир, благословленный красотой и радостью мудрости, особой мудрости быть человеком. Человек рождается любовью, а любовь на земле проявляется женщиной. Женщина вдохновляется красотой, а красота есть сознание вселенной. Человек рождается вселенскея, то есть обретая вселенскость в мыслях и действиях, ареаливая свою мечту. В полете дух творит пространство света, преодолением суеты пустой, любовью созидается планета, реальность посвящения красотой. Человека со вселенной связывает женщина. Женщина рождает человека три раза. Первый раз – физический, второй – вдохновляя на прозрение, а третий раз – растворяясь в любимом. И только растворяясь в любимом, женщина завершает рождение человека перед тем, как стать Богом. Успехов! Фейнверк сердца. Эпиграф. Обольшинствляя женщину, прорастаешь вселенной. До Бога лишь ступень прозрения. Ночью нет горизонта, только свет проявляет перспективу. Свет знания – перспективу любви, свет любви – перспективу жизни. А жизнь ничего не проявляет, ибо сама является всем. Господи, взмолился юнец, пусть она меня полюбит. Господь сделал. Господи, взмолился старец, пусть смерть будет легкой. Господь сделал. Господи, взмолилась женщина, пусть я рожу сына. Господь сделал. Господи, взмолился полководец, пошли мне победу. Господь сделал. Ну что, все на сегодня? Спросил Господь у секретаря. Нет, ответил секретарь, есть еще мудрец, но он ничего не просит. А чего ты хочешь? Спросил Господь у мудреца. Спасибо, Господи, что ты есть. Господь, ответил мудрец. И стал Богом, чтобы делать, пока сами не могут. Ужу не нужны крылья. Чайке не нужно извиваться. Небу не нужно рождать колосья. А земле не надо творить облака. Океану не надо быть мелким. А реке нет смысла быть беспредельным. Но самое большое чудо – человек. Он может и крылеть, и извиваться, и рожать, и творить, и двигать линию горизонта до поры до времени, пока не станет человеком. Чтобы не мешать, Ужу – извиваться, чайке – летать, небу – творить, розе – цвести, а земле – рожать, солнцу – проявляться светом, а океану – быть беспредельным, а реке – течь и течь. До времени, когда человеку рождаться Богом. Чтобы не мешать себе быть человеком. Юность прекрасна поиском, молодость прекрасна заблуждениями, зрелость прекрасна прозрением, а старости не бывает. Беспросветно созерцание, если сердце не открыто, и вчерашнее не смыто прозрением, красота боготворительно, а человек беспределен, но разодран и разделен идеями. Вот бы прозрение побольше, а идей поменьше. Но прозрение не измеряется количеством, а глупые идеи не иссякают, пока человек не съединится в человека. Хорошо, договорились так. Господь – режиссер, человек – герой-любовник, остальные – массовка. Первое действие – подвиг, второе действие – подвиг, третье действие – подвиг, «Стоп, стоп, стоп!» – сказал Господь. Геройства достаточно, а где же любовничество? Но дети же рождаются, – возразил человек. Надо начинать все сначала, – подумал Господь. Новая пьеса называлась «Любовь». Бог всегда рядом, потому что ты сам успехов. Упав в объятия друг друга, они погибли. Не смогли, не захотели эти объятия разорвать. Сладость поцелуя стала доминантой их смерти, за которой тотчас последовало рождение радуги, цветов, жужжания и чирикания. Блословенно будет любовь, трансформирующая и вдохновляющая на жизнь, так же, как и смерть, ради прозрения рождения. Из ненаписанной книги, неизданной главы. Шлейф вдохновения. Эпиграф. Шлейф вдохновения – это место единения мечты и реальности. Это там, где любят, это там, где живут, там, где всегда, сейчас. Из атласа путей и дорог прозрения. Я что-то помнил вчера и сегодня, все, что забыл прямо сейчас. Всего лишь месяц дней новогодних, всего лишь боль от вчерашних нас. От завтрашних сумрак, восходы, закаты, музыка воли и скрип колесниц. Правы же все, даже кто виноваты сиянием глаз уходящих лиц. Но ветер волнует, новое странствие, трюмы загружены, компас открыт, выверен курс на страны напрастья. Шлейф вдохновения пусть съединит тех, кто остался и тех, кто задумался, с теми, кто вышел в наш океан, всех тех, кто зачат, кто сумеет проклюнется, с тем, кто не смог, кто срывает стоп-кран. Я что-то помнил вчера и сегодня, все, что забыл прямо сейчас. Всего лишь месяц дней новогодних, всего лишь боль от вчерашних нас. Мир состоит из людей и человеков. Люди эти те, кто смирились со своей участью и тянут лямку жизни по инерции. Кто мучается и страдает, кто уже не ищут, кто не пытается, кто забыли о крыльях. А человеки – это те, кто устремляются и мечтают, любят и вдохновляются. Люди и человеки живут на разных планетах Земля. Та Земля, на которой живут люди, убога, несчастна, безнадежна. Та планета Земля, на которой живут человеки, перспективна, радостна, торжественна. Человеки от людей отличаются способностью сотрудничать. Люди не умеют любить. Человеки, устремляясь к перспективу, помогают друг другу в полете. Человеки – это там, где мужчина и женщина, а люди – это там, где граждане и партии. Человеки – это там, где дети и женщины, а люди – это там, где нации и выборы. Человеки – это там, где океан, а люди – это там, где лужи. Человеки – это там, где радуга и небо, а люди – там, где нет ничего. Так же как океан состоит из прилива и отлива, из звезд на небе, из волн, шума и музыки, так же и человек многогранен в своей беспредельности. И так же как океан каждую минуту проявляется новым качеством, новым цветом, новым ароматом, так же и человек, каждую минуту вступая в новые и новые качественно иные потоки жизни, проявляется по-разному. Поэтому приходят мысли, приходят чувства, рождаются ощущения. А вот дальше разница между океаном и человеком. Океан не оценивает свое качество. Он такой, какой есть, со звездами, со звуками, с ароматом, со своей мощью, со своей совершенно непогрешимой уверенностью, что он таким должен быть, какой он есть. Это океан. А человек, обладая той же беспредельностью, той же многогранностью, той же божественностью, человек умеет сомневаться и отступать. Умеет не быть ураганом, когда надо, и умеет сдерживать себя ежемгновенно, ежесекундно. А как научиться человеку быть океаном? Как помочь самому себе растворяться в беспредельности? Как направить себя на путь служения матери мира, чтобы ничто не могло помешать человеку быть самим собой, таков, какой он есть, со своими звездами, со своей музыкой, со своими приливами и отливами, со своей мощью, со своей непогрешимостью? Как научиться? Когда стоишь на берегу океана и задаешь себе этот вопрос, то ответ растворяется в вопросе. Этому нельзя научиться. Этим можно только быть. Быть океаном, звездами, ароматом, всем тем, чем ты не можешь не быть. У океана нет выбора, быть океаном или еще кем-то. Поэтому он идеален. Океан идеален своей абсолютности. Он носитель Абсолюта Бога. Человек перспективнее океана, у него есть выбор, быть океаном или не быть, поддерживать свет звезды себя или нет, вдохновляться на любовь или засловить. Ничто не может научить человека быть человеком. Это было бы очень нерациональное расходование космической энергии, но человек вполне может вдохновиться самим собой, своей ответственностью, быть собой, и тогда нет отличий между ним и океаном. И тогда он вступает в удивительную полосу гармонии и красоты, когда ничто не является диссонансом в его действиях. Независимо от того, что, как, где и кем он это делает, человек так же, как океан, излучает энергию космоса, проявляя Абсолют. Человек так же, как океан, омывает землю собой, дополняя ее до удивительно гармоничного сосуществования, дополняя себя до время пространственного измерения, которое называется Земля, которое называется Вселенная, которое называется Мироздание. Господи, все это Ты, Господи, и поэтому все это надо, и все эти испытания, и все эти трудности, и все эти шишки на лбу, и все эти спотыкания, и все эти сомнения, все это надо, это все Ты, Господи, и Тобой, Господи. И когда совсем немного ту, как важно смотреть на звезды, потому что они тоже Ты, Господи. Но они так удивительно манят, они так удивительно определяют беспредельность Тебя, они так удивительно дают ощущать крылья. И между звездой, которая Ты, Господи, и мной, которой Ты, Господи, разницы нет. И поэтому эти крылья трепещут и внюхиваются в поток, который уносит меня за пределы убогости, грязи, бестолковости, атовизма, всего того, что человечество наплодило и напрудило, всего того, что человечество наплодило и напридумало, наслоило и нагрязнило на земле, будучи Тобой, Господи. Как мало понимается и как еще меньше осознается, но все это Ты, Господи. И крик тает в тишине, крик радости и сопричастности, крик вырывается из моей груди, из моего несовершенства растворится в Тебе, Господи. Я скован телом, я ограничен телом, и мои возможности ограничены, и в то же время беспредельны и безграничны, потому что я – это Ты, Господи. И Ты, и я, и между нами нет разницы. И я продолжаю Тебя, а Ты продолжаешь меня. И это великая ответственность для меня, это великое счастье для меня – быть Тобой, Господи, будучи собой, ограниченным в пространстве и времени. Когда я вглядываюсь вдаль океана и смотрю на непрерывность волн, которые катят и катят на берег, я думаю, Господи, как же беспределен Ты, и как же важно каждую секунду и каждое мгновение знать об этой беспредельности Тебя, чтобы быть беспредельным собой, чтобы в этой беспредельности не потерять путь, и чтобы в этой беспредельности не растерять ответственность. Господи, это все Ты, Господи, какое это счастье быть Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok